Амин! Как благ наш Господь и милость Его вовеки. Друзья мои, сегодня я хочу проповедовать на тему «Непрестанно молитесь». Вы знаете, это наша сила. Если ты молишься, у тебя есть шансы на успех. Если дьявол украл молитву, все шансы потеряны. Поэтому следи за здоровьем и за молитвой. Но что для молитвы нужно здоровье. Амин! Больные люди, им трудно молиться. Потому что дыхалка должна работать. Физические ресурсы тоже важны. Амин! Кто-то немножко постоял, пять минут помолился. А ему показалось, что он молится уже три часа. Смотрит на часы. А прошло пять минут всего. И ты думаешь, часы остановились? А часы не остановились. Но просто молитва превращается в некоторое тяжкое бремя. А молитва должна превращаться в удовольствие. Знаете, чем отличается зрелый христианин от незрелого человека или незрелого христианина? Когда молитва превращается в удовольствие, ты взрослый. Амин! Когда молитва превращается в удовольствие. Ты просто молишься не потому, что обязан, а потому, что это уже твое дыхание. Это твоя уже естественная потребность. Амин! Поэтому мы должны молиться о молитве. Молиться, чтобы Бог дал нам вкусить сладость этой молитвы. Чтобы Бог позволил нам почувствовать красоту этой молитвы. И эффект этой молитвы. Библия говорит, непрестанно молитесь. Что такое непрестанно молиться? Вы знаете, ты можешь такую установку для себя сделать, что даже ты ночью спишь, а сам молишься. У кого-нибудь было такое? Ты вроде спишь, а на самом деле бодрствуешь. Да? Ты вроде спишь, а на самом деле ты молишься. Мне иногда сны сняться, как будто я с кем-то опять какие-то лидерские провожу. Молюсь с ними. Иногда ругаюсь, иногда молюсь. Но все равно что-то во сне происходит. А вы знаете, самое классное, это попросить у Господа, Господь, вот я засыпаю, а пусть даже ночью внутренность моя учит меня. Представляете, Дух Святой может использовать наше подсознание для того, чтобы учить нас. И утром ты встаешь нормально. Почему говорят, надо переспать с этой мыслью? Потому что ночью учит нас внутренность. И если мы молимся, и Бог ночью дает нам откровение, то то, что неясно было вечером, то на утро тебе это становится понятным. Даже в другом месте, вечером водворяется плач. И ты вообще ничего не понимаешь. А почему на утро радость? Наверное, потому что между тем моментом, когда ты заснул в слезах, и тем моментом, когда ты утром проснулся, вот без этого, и в этот промежуток времени что-то произошло. То есть, первая моя мысль, позвольте Богу работать с вами и днем, и ночью. Амин. Мне нравится, как Йонг Гичо, это профессор, это академик молитвы. Мне нравится его уважительное отношение к Духу Святому. В конце концов, мы не столько уповаем на молитву, сколько мы уповаем на того, кому мы молимся. Следующая мысль. Мы верим не столько своей молитве, мы должны верить, сколько тому, кому мы молимся. Потому что, если ты уповаешь на процесс, но не уповаешь на того, кто этим процессом руководит, ты будешь уповать на себя. В конце концов, творит чудо в моей жизни, не моя молитва, творит в жизни моей чудеса тот, кому я молюсь. Амин. Я уповаю на Господа. Лучше уповать на Господа. Поэтому, следующий момент, мы должны с вами уповать на Господа во время молитвы. Я понимаю, что это опыт, это сложный опыт. Непрестанно молиться. Да это как молиться? Это же ужас. Я думаю, как хорошо, что мы крещены Духом Святым. Представьте, если бы все на своем, это можно было бы чокнуться. Ну, представь, с утра до вечера о чем-то молиться, а? И ты уже и про жену, и про детей, и про Владимира Путина, и про Барака Обаму, и ты уже и про пастора своего. Потому что, и что еще? А еще непрестанно. А пять минут всего прошло. Ну, представляете, это жесть какая-то, а? И какое мы имеем благословение от Господа, что даже ты включаешь просто молитву на языках, и ты чувствуешь, что вначале вроде таран-таран-таран, а потом что-то включается, меняются эмоции, меняется состояние мышления, и ты чувствуешь, что Бог приходит. Бог дал нам прямой телефон. Бог дал нам прямую связь. Минуя даже вот всяких посредников. Когда мы молимся на языках, наш Дух говорит тайны Богу. Амин. И никто не сможет, молясь на языках, проклясть Господа или оскорбить, как Павел пишет, что никто, говорящий на языках, не может сказать хулу на Духа Святого. Я помню, когда я крещение Духа Святого пережил и начал молиться на языках. У меня было много критиков, которые пытались толковать эти мои языки и говорить, что там вот про то он говорит, про то. Вы знаете, это все ерунда. Никто не расшифрует твой язык. Особенно, если ты тайны говоришь Духом Богу, то ни один хакер, ни один Эдвард Сноуден духовный, он не сможет взломать вот этот сайт и расшифровать. Знаете, он вот об этом говорил Богу. Бог следит за соблюдением Гос тайны. Аминь. Аминь. Халлелюя. Вместо того, чтобы болтать по телефону часами, какой-то соседке, своей подруге, другу, все тайны разложил. Я умоляю. Самые главные остались. Поэтому лучше уповать на Господа и все тайны ему рассказывать. Аминь. Поэтому, друзья, полный привод. Нормальный христианин – это полноприводный механизм. Буду петь Духом, буду петь умом. Буду молиться Духом, буду молиться умом. Понимаете, да? Мы должны научиться и освоить вот эти все четыре направления. Почему сейчас мы молимся на языках? Сначала просто молимся, потом поем. Мы все певцы. Даже у тебя слуха нету. Пой. Пой. Аминь. И в то же самое время мы учим песни. И есть очень сильные текста, которые тебя вразумляют. Итак, непрестанно молиться. Если ты освоил только один способ молитвенный, конечно, скучно будет. Конечно, скучно. Отче наш, сущий на небесах. Да святится. Ну, сколько оно может светиться? Да будет этих должников. Сколько их можно прощать? Ну, ты будешь крутиться вокруг темы. Естественно, однообразие утомляет. Ну, а если у тебя четыре разных направления, я думаю, это даже будет интересно. Аминь. Вы знаете, есть еще хороший способ молиться. Это учите наизусть текста Священного Писания. И мне кажется, одна из самых сильнейших молитв... Ну, я сам по себе сажу. Когда я цитирую обетование Божье, Бог бодрствует над словом, и молитва превращается в огонь. Аминь. Когда ты придумываешь свои слова, ну, это тоже, как говорится, тоже молитва. Как два мужика разговаривают, я говорю, какой автомобиль? Цитрайон. Тоже машина. Ну, вот. Так и здесь. Когда ты придумываешь, как бы, свою молитву, ну, тоже молитва. И куда-то можно доехать. Но, когда ты молишься Словом Божьим, это самая сильная молитва. Аминь. Вот как-то мы молились, и на ум мне пришло мое собственное стихотворение. А я стараюсь, когда пишу стихи или какие-то поэмы, знаете, я стараюсь максимально найти аналоги этого произведения в Слове Божьем. И вы знаете, когда вот от Слова Божья проистекает логика, когда от Слова Божья проистекает рифма, когда от Слова Божья проистекает суть молитвы или произведения, Бог благословляет, и ты чувствуешь энергетику. Есть стандарты, которые у нас складываются, а есть многие вещи, которые, может быть, как-то прошли мимо нашего сознания. Я как-то молился и вспомнил, как эта молитва научи меня жить. И во время молитвы просто начинаешь цитировать. Отврати лицо свое, не смотри на беззаконие и грехи мои. Строго не суди в день, когда ликуют все мои враги. От лукавого избавь, от искушений и соблазнов сохрани. Через долину смертной тени Божий до конца доведи. Читаешь просто вот, и ты чувствуешь, не надо ничего придумывать. Это молитва. И когда ты эту молитву говоришь раз, эту молитву повторяешь два, ты чувствуешь, Дух Святой, Он начинает тебя помазывать. Мы не должны лениться, мы должны в свой молитвенный арсенал упаковывать целыми, целые псалмы. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пашетях. Ты водишь меня к водам тихим. Твой жезл и твой посох успокаивают, когда я иду через долину смертной тени. Знаете, вот когда Слово Божье вот здесь, ты даже рассуждаешь об этом. Ты просто берешь это Слово и с разных сторон рассматриваешь, молишься, медитируешь, рассуждаешь Словом Божьим. Там, где нет Слова Божьего, там молитва превращается в тяжелое бремя. Вот почему молитва и Слово Божье, оно вместе идут. Вместе идут. Помните Деяние апостолов, когда арестовали Петра, то они взмолились и говорят, что метутся язычники и что народы замышляют тщетно. Там молитва, они просто взяли Псалом, просто Псалом взяли конкретный и говорят, давайте молиться. Вы знаете, я вот путешествую по разным церквам, мне кажется, нам нужно немножко модернизировать нашу молитву. Вот представьте себе, это была церковь, Орлиное гнездо, это Джим Харт и Элиша. Вы помните, обычно мы на этих самых, на служениях, вот эти штуки предлагаем выключить, хотя никто это не делает. особенно в том ряду всегда какой-то телефон всегда звенит, да, другие уже как-то выключают и смотрите, вот смотрите, творческий подход к молитве. Я такого никогда не видел. Может быть, мы начнем практиковать, закончилось прославление и он говорит, сейчас мы будем молиться за нужды. Ну, то есть, вот когда собрали деньги и потом говорит, достаньте телефоны. Все достали. О, я что говорил, а? Ну, это просто... И вы скажете, я не пророк? И пастор говорит, достаньте телефоны. Достали. Если у тебя дома или кто-то вот, есть человек, который нуждается, у которого есть проблема, прямо сейчас набери телефон и скажи, что вся церковь прямо вот сейчас будет молиться и не выключайте и пусть он слышит, как молитва, как церковь молится за них. Я этого первый раз говорю, все достают телефоны. Я повернулся и все набирают телефон, говорит, слушай, мы тебя посещали. У тебя проблема? Когда церковь молится, Бог отвечает на молитву. Говорит, слушай, сейчас за тебя мы будем молиться. И знаете, как молились? Не просто кто как может. На экран, на экран выносится текст молитвы, сбалансированный. Бог, в твоих руках вся сила, вся власть. Ты победил дьявола. Жертва Иисуса Христа дает нам основания провозглашать исцеление. И вот на экране вместе, едиными устами и те, за кого молятся, они слышат это. Я такое пережил. Я не знал, кому звонить, опешил просто. Просто из-за того, что новые впечатления были. Но когда все это, когда помолились, все поблагодарили и говорят, слушай, а теперь, чтобы ты убедился, что это была правда, начали все говорить, сделайте селфи, пожалуйста. И, понимаете, пастор пошел в ряды все, и все, слушай, Господь ответил, и Бог тебя там исцелил. И выслал. Это просто был какой-то онлайн, какой-то вот такой вот режим. Это вроде и прикольно, но я скажу, сколько людей потом будут стоять и свидетельствовать. Спасибо вам за то, что вы молились. Спасибо за айфоны, благодаря которым можно не только отвлекаться, но и благодаря которым мы можем привлекать Господа Бога в судьбы людей. Аминь. Поэтому непрестанно молитесь. Знаете, когда вот много разных молитв, молитва, она интересна. когда говорят, что главнее или как правильно молиться, тихо или громко. Мне нравится, как Юнгичу отвечает. В молитве самое главное молиться. Аминь. И знаете, чего беречься надо? Вот когда мы пришли сюда, ты все равно уже приехал сюда. Ты все равно потратил время. Ты все равно уже находишься здесь. не ленись. Искуп... Мы еще не молимся за нужды. Все равно ты уже здесь. Не ленись. Вот видишь, что вот пастор вот молится. Видишь, как вот здесь включайся. Даже если что-то непонятно, а я это не понимаю. Да мы все не понимаем. Как будто мы понимаем, как устроен айфон. Не понимаем, однако нажимаем кнопки по-написанному и используем это все. Пожалуйста, друзья, не отстраняйтесь от молитвы. Когда идет молитва, просто включайтесь, ныряйте в этот поток, присоединяйтесь, коннектитесь с духовными вот этими связями. И мы вместе будем переживать великую силу, потому что в единстве великая сила. Аминь. Наша церковь, она на самом деле молитвенная церковь. И я верю, что качество, ну, качество молитвы, оно будет возрастать, осмысленность, глубина и целенаправленность. Поэтому тему пробуйте, не пристанно молитесь. Давайте откроем первого фессалоникийцам. Первого фессалоникийцам. Пятая глава. Пятая глава. Когда я начинал проповедовать, я обычно это место чаще всего брал за основу. Шестнадцатый стих. Первый фессалоникийцам, пятая глава, шестнадцатого стиха. Всегда радуйтесь. Меня так раздражает этот стих иногда. А чтобы не раздражал, следующий текст, не пристанно молитесь. Оказывается, это в одной упряжке идет. Для того, чтобы всегда радоваться, нужно не пристанно молиться. Если ты не будешь не пристанно молиться, ты не сможешь быть позитивным. Депрессия и уныние просто сожрут тебя. Несмотря на то, что, как недавно прочитал Зигмунд Фрейд, прежде чем себе поставить диагноз хронической депрессии, погляди, не окружают ли тебя дебилы или изверги. Понятно, что по разным причинам, по разным причинам депрессия приходит. Но тем не менее, молитва может все изменить. Короче, следующая мысль. Для того, чтобы всегда радоваться, надо не пристанно молиться. Амин. Человек, который находится в режиме постоянной молитвы, отвечаю. Это человек позитивный. Вот хотим мы этого или не хотим. Религиозные молитвы ослабляют человека. Молюсь, молюсь. До молитвы еще настроение нормальное было. А как молитва закончилась? Ну, просто вот тут как будто все бесы восстали. Дьявол мстит. Не дьявол мстит. Просто ты не дошел до святилища, не добрался до главного источника твоего настроения, твоей мудрости и силы. Итак, для того, чтобы иметь хорошее настроение, самообладание, позитив, радость, мы понимаем, что молитва обеспечивает радость. Молитва. Даже когда всегда радуйтесь, когда это хорошо или плохо, когда один или когда много, когда успех или когда неудача. Вы знаете, на самом деле мы должны следить за тем, чтобы сохранять самообладание и гармонию с собой и гармонию с Богом. Радость. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Восемнадцатый, еще один заковыристый текст. За все благодарите. Как можно за все благодарить? Полицейский тебя остановил, оштрафовал. И за это благодарить? А? А? Поздно встал, опоздал. Мы должны себе объяснить, за что благодарить. Знаете, опять же, для того, чтобы разобраться в этих сложных заковырках, если ты будешь непрестанно молиться, ты опаздывать не будешь. Я опоздал, потому что долго молился. Такого не бывает, потому что, если ты реально молишься и с Богом, Бог тебе напомнит, скажет, хватит, давай, полный вперед. Бог – это не просто истукан, которому по барабану опаздываешь ты или нет. Дух Святой тебе всегда подскажет вовремя. И напомнит даже, Дух Святой написано, напомнит то, о чем Иисус Христос говорил. Амин. Итак, за все благодарите. Что здесь апостол Павел хотел подчеркнуть? Вы знаете, мы можем обвинять обстоятельства, мы можем обвинять правительство, мы можем обвинять погод, климат, там, такой тип погоды, или своего, свою жучку, или, ну, просто дверь открыла, она убежала, без ошейника. Это вообще бред какой-то, и ты должен бегать по поселку, ее догонять, но это же ненормальное явление. Поэтому причин для раздражения, это вообще-то существует очень много, очень много, поэтому следи за своей ногою, следи за своей рукою. Ну, то есть, когда ты молишься, Бог будет тебе напоминать, что можно делать, а что делать нельзя. и так, всегда радуйтесь, я сам себя учу до сих пор, быть положительным, когда много, улыбаемся, когда много, вот смеемся, надо смеяться больше, латышам надо прописать рецепт, смеяться, смеяться утром, хоть три раза в день, ну, просто хотя бы три раза в день оторваться, ну, просто найти какую-то причину надо найти, и просто аж от души, как говорится, вот отсюда, ха-ха, мне очень вообще нравится. Потому что мы такие, я не боюсь, вот эти комплексы, там и смеха, улыбки нету, это что такое? И так радости нету, ты еще какие-то признаки какой-то радости, да не надо, при одном рот, ха-ха-ха-ха, вот я к Мадабуке ездил, я сегодня уже рассказывал за столом, а там жара такая, они хитрые, эти все африканцы, они же не одеваются, как мы, они как-то хламиду одевают, платье какое-то, и все. А Мадабука после, когда он еще с первой женой был, он после проповеди садится всегда, и такой какой-то, какой-то не грустный, какой-то, вот смотрит в одну точку, и мне всегда казалось, что я должен развлекать, знаете, когда тишина гнетущая, почему-то я всегда чувствовал, что как будто я виноват, что тишина, потому что для меня естественная стихия, это когда вот просто общение бурное, когда мы все-таки говорим, рассуждаем, ржем, ну как это сказать, смеемся, а здесь тишина, таинственная, непростая, я сижу, думаю, ну как ты, ну не могу я, и я ему говорю, Мадабука, вот мы-то в костюме ходим, у нас верхняя одежда есть, нижняя есть, я говорю, а у тебя какое-то платье, и он смотрит, и, я говорю, а ты трусы одеваешь? Он сначала не, он просто, может быть, не понял сразу насчет вопроса, и когда он мне повторил вопрос, вы знаете, радость пришла, и вас всех интересует, ответ его, а вот когда он в следующий раз приедет, мы его как раз просим, да, ну так, чтобы вас не томить, конечно, одевает, да, хотя мне показалось, что зачем, ну в общем, вы знаете, мы должны быть простыми, позитивными, и всегда радоваться, и всегда радоваться, я вот, даже когда попадаешь в какую-то обстановку, я вот никогда не забываю, это хит сезона прошлого года, я, ну помните, да, я же такой специалист по мерседесам, заправился в статойле, передо мной была женщина, говорит, мне, пожалуйста, масло для мерседеса, ей дали масло, она продавщица, говорит, а вы залить можете мне, она говорит, я только продаю, говорит, ну хорошо, взяла эту штуку, этот, масло, и вышла, я тоже отоварился, выхожу, смотрю, женщина сидит перед мерседесом, перед решеткой, и смотрит туда, заглядывает, через решетку, да, а рядом вот эта бутылка с этой, с маслом, я тихонько прохожу мимо, и она так снизу вверх, говорит, вы помочь, могли бы мне, я говорю, с удовольствием, ну как, если женщина просит, ну, я подошел, она говорит, надо залить масло, я говорю, ну да, надо, я подсел рядом, она говорит, я не знаю, как открыть, вот этот капот, я говорю, ну давай поглядим, я представляю, сейчас, какая радость была, у других водителей, которые там встали, когда видели, вот этих двух странных людей, ну ладно, женщина, пастор церкви еще стоит, и я гляжу туда же, в эту решетку, и ничего не вижу, а потом вдруг увидел, что оттуда какая-то пластмассовая штучка выглядывает, а может вот эту ты взял бы и пошевелил, вот это, я говорю, давай, мне всегда интересно все новенькое такое пробовать, я взял вот эту пластмассовую эту штучку, она говорит, ну это поверни туда-сюда, но я все делаю всегда ответственно, я ее повернул и слышу, хрясть, она поворачивается, вы мне сломали ее, я говорю, она такая была, мне так неловко было, да, радость пропала, потому что я чувствовал, что она в руках у меня осталась, я говорю, ну, ну я не хотел, вы же меня попросили, здесь два мужика шли рядом, я говорю, может вы помогли, она встает и заявляет, говорит, один уже помог, пошли вон, вы знаете, в такой неловкой ситуации радоваться трудно, конечно, я понимаю, какая была физиономия у меня, я говорю, можно я, можно идти, она мне сказала такое, что я вам, слух, сейчас, конечно, не могу это сказать, но я этот кусочек пластмассы положил на этот, на капот Мерседеса, я говорю, это ваш, и тихонечко пошел, сел в свою машину, ну, как же капот открывать, а, оказывается, желание помочь и способность помочь, это совершенно разные вещи, хочу, но не могу, но через два дня я был в Германии, мне объяснили, что оказывается, в кабине есть что-то такое, и потом, это уже второе, это третье, сейчас я уже могу любой Мерседес открыть, без ключа даже, так вот, я это к чему говорю, что единственное, чего я боюсь, чтобы эта женщина не покаялась в моей церкви, и чтобы когда ее попечители наши бы спросили, а что вас привело в церковь, и эта бы женщина не вышла, да и эту историю не рассказала уже, со своей колокольни, ну пусть она Ольге покаяться, ладно, я согласен, короче, ребята, мы должны быть ироничны к себе, я недавно услышал эту мысль, мы должны смеяться с самих себя, только достойный человек, который знает себе цену, он может с себя прикалываться, потому что, когда я прикалываю себя, или я смеюсь над собой, я не разрушаю свои, свои достоинства, я просто о своих недостатках, я ржу над своими недостатками, потому что у каждого из нас они есть, амэн, и мы не должны прямо быть супер такие идеальные люди, никогда не ошибаешься, никогда нельзя замечать, все, только начнешь кого-то вот так вот тыкать, и вот не успеешь выйти, и все, поэтому не судите строго, когда кто-то опозорился, как один из мудрых сказал, не мешайте человеку позориться, Иисус взял позор на Голгофский крест, амэн, потому что позор это лучшее лекарство против гордости, тот, кто никогда не позорился, это гордый, гордея быть не может, и любой позор, любой облом, и любой косяк, он сбивает с песть, поэтому здесь тоже, надо как бы благодарить, за что благодарить Бога, за все благодарите, Господь, спасибо тебе, что ты научил нас и подниматься, и опускаться, и косяки сшибать, учимся жить, учимся жить, учимся быть простыми, учимся быть позитивными, и вот в этом многообразии мира, мы стараемся найти уроки жизни, поэтому говорим, Господь, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, и так, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе, понимаете, это сложно для понимания, и мы думаем, что вот этого бы, вот лучше бы в жизни не произошло, пройдет немного времени, и мы будем говорить, Господь, спасибо тебе, что это произошло, потому что без этого не было бы того, третьего, четвертого, вы знаете, мы не можем видеть полной картины жизни, один Бог только видит и говорит, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе, потому что, как Иосиф однажды сказал, вы планировали зло, но Бог это зло обратил в добро, даже если тебе кто-то планирует зло, или мне планирует зло, в конце концов, последняя инстанция, и Господь любое зло, которое планировалось в мой адрес, превратит в добро, вот почему за все благодарите, 40 человек заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла, и Павел благодарит Бога, что на 40 человек в стане врага сократилось число, Бог зло обращает в добро, они из поста так и не вышли, потому что Бог хранил и защищал его, аминь, друзья, мы должны быть иросамоироничны, мы должны быть самокритичны, и мы должны быть позитивны, Господи, так много тяжелых людей, так много людей, которые на тебя пытаются вот так навесить свои проблемы, так хочется встречаться с людьми, у которых нет проблем, вот есть такие люди, у которых побольше проблем еще у тебя, но они не собираются это, они не эксгибиционисты, они не демонстрируют свою боль, свое страдание, это никого не волнует, это моя личная жизнь, как помните та женщина, ребенок у нее умер, ребенок умер, она его закрыла, идет с высоко поднятой головой, она идет по жизни смеясь, и никто даже не предполагает, какие там беды, какая боли, как дела, все четко, все нормально, все классно, как семья, нет проблем, все, ах, вот бы мне такую судьбу, не обязательно всем рассказывать, я уже десятки раз говорил, что какой смысл рассказывать, как мудрые говорят, 80% кому ты о своих бедах рассказываешь, им по барабану это, им абсолютно все, а 20 человек будут еще радоваться, ну, наконец-то, так и вопрос, а зачем тогда об этом кому-то что-то говорить, а, есть Бог, пожалуйста, расскажи ему все, и он тебя поймет, почему написано, открывайте перед ним, перед ним, все твои желания, и сам Господь найдет свое время, и благословит тебя, дальше, духа не угашайте, подчеркните этот момент, считаю, что это один из важнейших, ключевых вопросов нашей веры, духа не угашайте, слово не угашайте, скорее всего, намекает нам на то, что это должен быть огонь, огонь нельзя угашать, поэтому огонь на жертвеннике пусть всегда горит, вот я внимательно слежу за собой, чтобы у меня было нормальное настроение, чтобы у меня был позитив, чтобы у меня был смысл жизни, чтобы когда ты утром встаешь, тебя должно что-то хоть вдохновлять, тебя должно быть что-то вдохновлять, тебе какая-то идея, какая-то цель, что-то тебя окрыляет, какая-то новость, какая-то, я не знаю, прикол какой-то, ну, друзья мои, духа не угашайте, потому что если, как это вот мы пели раньше, если пепел и зола, мне не нужен такой беспомощный Христос, наша вера, это не пепел и зола, наша вера, это огонь, огонь на жертву, не угашайте, не угашайте, не угашайте, понимаете, можно прям плести, всякие негативные вещи, сплетни, слухи, а ты слышал там это, мы уже питаемся, чем ты питаешься, тем ты и будешь, питаешься падалью, ты будешь падалью, питаешься Словом Божьим, ты будешь Божьим человеком, амин, когда тебе кто-то приходит, я хочу тебе рассказать, не надо мне ничего рассказывать, все, я все знаю, я все знаю, хочешь о славе Божьей рассказать, давай, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, а сейчас никого не удивишь, сейчас уже никого не удивишь, негативом, или каким-то там, вот такими вот, худая молва, или что-то такое, духа не угошайте, вот почему, друзья, внимательно следите, за своей молитвенной жизнью, духа не угошайте, смело могу сказать, молитву не угошайте, когда тебе становится трудно, молиться, это уже большой, большой такой сигнальчик, значит, что-то не в порядке, я себя проверяю, иногда по коридору иду, начинаю просто петь на языках, молиться на языках, думаешь, Господи, как классно, что дух, он дышит, дух дышит, где хочет, и ты слышишь, как легко молиться, с полоборота, хоть с кем, или перед едой, или пастырский, или просто, день, или что, ты чувствуешь, что у тебя внутри огонь, и запомните, что на горячую плиту, мухи не садятся, а на навоз, все мухи слетятся, следи, пожалуйста, спасибо за уточнение, там хоть горячие, хоть не горячие, да, короче, горячая плита, вот, что нам нужно, амин, а ну-ка давайте 3 минуты на языках, оторвемся, а, гламер сабаджабандалабрабаха, корбадина брусабиджидина брусаная, рамэ джигарис, сэ джигарбэдили, карамин джэмбрами глобиры глушаката, рамэн джамири гламири глажиндири, кандаби сабурэбэсчанда, карбидири, ксаминэрэзанчилэли, ксаминэрэзанчилэрэй, гламэнэрэссамбрэсчэтиркбалаламэ джандайя, калабахи сапунда, каламасабурбанда, калабэрбасончилэбэгэй, гэрмэсчандэлэлэбросанчилэгэндалая, халэллюя, возьмите за руки друг друга, и начинайте молиться, духа не угощайте, пусть огонь, 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 пусть огонь, огонь, пусть огонь, на жертвенники да не угощает, кэсараманджалэ, гламэрэблэсчэлээлээбрэссанэлэээбрэсчандэлээ, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Амин. Потому что если ты начнешь обесценивать пророческое слово, адресованное твою судьбу, оно перестанет звучать. Понимаете, это очень плохо. Если я тебе говорю, а ты не принимаешь. Я тебе и говорю, и не принимаешь. Зачем мне тогда говорить? Самая большая проблема, братья и сестры, это когда Бог умолкнет. Это когда Бог умолкнет. И тогда молчание, оно нас сожрет. Поэтому говори, Господь, говори, Господь, слушает слуга твой. Говори, Господь, говори, Господь, ты Бог мой. Амин. Боже, помоги нам слышать твой голос. Пророчество не уничижайте. Вы знаете, это с двух сторон. Во-первых, не уничижайте, когда вы слушаете. Кто-то пророчествует в твой адрес, и ты можешь его, вот как Елисей говорит, Нейману, иди, умойся. А тот говорит, ну что это такое? Еще не хватало. А с другой стороны, не уничижай пророческое слово, которое тебе дает Бог, чтобы сказать кому-то. И ты говоришь, ну если бы здесь что-то глобальное, Господь сказал, а что это такое? Бог тебя утешает и любит. Что это за пророческое слово? Это спасительное, пророческое слово, чтобы человек не повесился. Чтобы человек не загнал себя в тупик. Я помню, когда был в Талсах, и было служение, такое сильное, такое глубокое. Я просто молился и слышу слово. И я слышу борьбу. Ну что одно и то же? Ты любишь вот придумывать всегда одно и то же, сантиментальный человек. Вы знаете, это плоть, она мешает духу. И плоть уничижает пророческое слово. Я думаю, а мне, я в духе, я молюсь, я отвечаю за это. Я говорю, здесь есть люди, которые разочаровались вообще во всех окружающих. Твоя любовь потерпела кризис и фиаско. Но Бог сегодня тебе говорит, что если даже мать забудет, грудное дитя свое, чтобы пожалеть плод чрева, то Бог обращается к тебе, как к своей возлюбленной дочери. Я говорю, и вдруг одна женщина, как, вскрикнет, как начала рыдать. Она подошла, я говорю, иди сюда. Она же вот так. Она говорит, я ждала этого. Я начинаю рассказывать. Откуда мы знаем, что в людях? Мы определяем калибр пророческого слова, значимость. А кто? Я вообще, я посредник. Как говорится, за что купил, за то продал. То есть, вот услышал, поймите иногда, самые простые пророческие вещи, они спасают человека. Потому что мы все разные. То, что тебя волнует, меня не волнует. И то, что меня волнует, тебя не волнует. Почему под себя надо всех строить? Поэтому духа не угошайте, и пророчества не уничижайте. Вы знаете, как важно во время молитвы слышать пророческое слово. Потому что это обратная связь. Когда ты молишься Богу, ты свою информацию посылаешь к престолу Божьему. И вопрос, тебя интересует обратная связь? А тебе интересует эхо, ответ, как Бог отреагировал? Знаете, если мы в молитве будем ждать, не только говорить, 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 а если мы задали вопрос и говорим, слушаю, слуга Твой, говори, Господь, я включаю антенны, я хочу слышать голос Твой. Сначала тишина, сначала просто чистый экран, просто тишина. И вдруг на этом экране появляется какая-то картинка, появляется идея, мысль. Вы знаете, этот опыт нужно развивать. Говори, Господи, говори, Господи, я хочу слышать, почему Павел говорит, что на языках молиться круто, но тот, кто пророчествует, он превосходнее того, кто молится на языках. А я желаю, чтобы все вы пророчествовали. Это здесь. А представьте себе, когда ты будешь в офисе, когда ты будешь на остановке, когда ты будешь на стоянке, и Бог тебе скажет, иди, подойди к этому человеку, и скажи ему слово, и выздоровеет слуга, и она выздоровеет, и все. Нам необходимо, друзья, не только в одни ворота молиться, нам нужно научиться слушать голос Божий. Господи, научи меня, во-первых, духа не угошать, а во-вторых, пророчества не уничижать. Господь, говори, потому что в этом слове, в этом слове есть исцеление и сила. Двадцать первый. Все испытывайте и хорошего держитесь. Мне это место очень нравится, потому что оно дает мне пространство для маневров. Вот это двадцать первый стих. Дает пространство для маневров. Всего испытывайте. Пророчество. Вдруг не то сказал. Ничего страшного. Испытывай. Вот это не говори больше. А в другой раз сказал, оно пэнкс и попал. Снайперов не существует. Вы со мной? Иногда бывает. Я вот помню, одну пару сочитывал и говорил, все, так говорит Господь. Мне так хотелось им что-то хорошего сказать. Я на них руки полагаю. Я говорю, вы будете как хантеры. Вы будете как хантеры. Исцелять будете. И все-таки они через месяц разошлись. И меня спрашивает Ольга, ну и как? Я говорю, хантеры, это значит, они охотники, они где-то. И хантеры разошлись. Нет, ну я желал хорошего. Но даже если они разошлись, а другие же не разошлись. Я вот сочитывал Максима Максимова. Не разошлось. Я сочитывал Андрея Тищина. с его женой. Не разошлось? Не разошлось? А? А, ну... Ну да, по хантерам что-то не сошлось. Но в целом, я считаю, что ну все равно, когда ты желаешь благословения, ты бросишь. И к чему это говорю? Если даже что-то не получается, по твоим прогнозам, ну не надо панику поднимать и говорить, как это? Больше молиться не буду. Все в порядке. Ты скольким людям проповедуешь? Из десяти два человека каяться. И что теперь? Сколько самолетов разбивается? Что, люди перестали летать на самолетах? Два дня сенсация держится. Опять билеты, опять садятся, и опять пристегнитесь там, десять тысяч внизу. Как-то быстро все это пролетает. Амэн? Поэтому всего испытывайте. И хорошего держитесь. Амэн. Мы пробуем, мы испытываем. Поэтому, как сказать, маневры могут быть. И мы выбираем самые лучшие методы нашей работы. Двадцать второй. Удерживайтесь от всякого рода зла. Вот здесь нужно, братья и сестры, здесь настолько такие инструкции жизненные, практические. Если ты занимаешься духовной работой, если ты с Богом в серьезных взаимоотношениях, запомни, что у Бога не водворится злой. Зло это осмысленный вред, который ты наносишь ближнему своему. Зло это осмысленный вред, который ты наносишь ближнему своему. Или ты осмысленно наносишь вред Царству Божьему. Когда мы читаем в Библии, что лукавый и ленивый раб, по другому месту написано, злой раб, тебе было прощено десять тысяч талантов, а ты нашел человека, который тебе должен шестнадцать долларов с половиной, и ты взял его и душил. Не душите никого. Не лучше ли остаться обиженным? удерживайтесь от всякого рода зла. Братья и сестры, мы призваны не к тому, чтобы распространять зло. Мы призваны, чтобы распространять добро. Мы должны побеждать зло добром. Амин. Прощение, если сказать, что такое прощение? Это когда ты зло побеждаешь добром. Запомните, победа добра сделает тебя личностью, победа добра, сделает тебя влиятельным и успешным человеком. Амин. Смотрите, сколько здесь инструкций, здесь одно за другим, удерживайтесь от всякого рода зла. Тебя обидел какой-то человек, и ты говоришь, я рассчитаюсь, у меня есть связи, я тебе устрою, Кузькину мать, ты вот запомнишь меня на всю жизнь. Вы знаете, ну ладно, это там в Советском Союзе Кузькину мать показывали, там всем подряд, но это не наша судьба. Амин. Потому что запомните, если ты кому-то Кузькину мать покажешь, то кто-то тебе десять матерей Кузькиных покажет. Каким судом? судишь? Таким судом, и ты будешь осужден. Запомните, есть такая, как сказать, цепная реакция. У одних в жизни добро умножается, умножается и сокращается зло, а у других напротив, то заболел, то машину разбил, то где-то обнаружили у него какие-то бактерии, то какая-то эбола, то уже нацбола, а потом уже смотришь еще какая-то и вот как ком нарастает, как проклятие. Я хочу, чтобы в моей жизни умножалось добро и благословение, а зло сокращалось и уничтожалось. Так давайте избегать от того, чтобы осмысленно наносить ущерб ближнему своему. Амин. Ну что, заповедь говорит возлюби ближнего своего, как самого себя. Дальше. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира. Смотрите, Бог мира. Хотим, чтобы Бог был среди нас. Давайте жить дружно. Давайте любить друг друга. Давайте благословлять друг друга. Давайте пророчествовать друг другу о славе Божьей. И давайте молиться вместе, потому что молитва совместная, она творит великие чудеса. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. В этом месте после всех этих инструкций таких важных, таких необходимых апостол Павел гарантирует гармонию личности, гармония между духом и душою, гармонию между душою и телом, гармония между моими желаниями и желаниями Божьими. Вы знаете, гармонично устроенная личность это величайшее благословение для каждого из нас. Но что эти люди, они приносят радость, они приносят счастье, они показывают, что на этой проклятой земле есть островки Божьего благословения. Иногда ты смотришь внутри конфликт, доброе, которое хочу, не делай, злое, которое не хочу, делаю, если же делаю то, чего не хочу, то это не я делаю, а живущий во мне грех. Но есть Бог, который может осветить. Смотрите, Бог мира освящает. Подчеркните слово освящение, это отделение. И отделил, и осветил Господь день субботний и отделил его. И этот день, это был день покоя. Когда мы молимся, почему важно молиться, почему важно быть в доме Божьем, почему важно вместе молиться на языках, вместе поклоняться Богу, потому что во время молитвы Бог меня освящает. И то, что я хотел себе изменить в жизни безуспешно долгое время, в течение одной помазанной молитвы, Бог может поменять наши характеристики. Вы со мной? Что такое освящение? Это когда Бог во время молитвы меняет нашу характеристику. Решения были одни после молитвы, решения другие. К человеку было отношение одно, после молитвы отношение другое. Желание было одно, во время молитвы Бог пленяет помышления, послушания Христу. Начинаем мыслить как Он, начинаем чувствовать как Он, начинаем принимать решения как Он. Короче, происходит маленький, мало-помалу вот это отождествление и вот это четкая ориентация в сторону стандартов Царства Божьего. Вот почему непрестанно молиться, во время молитвы столько чудес может происходить. Пока ты здесь молишься, Бог твой дом может устраивать. Пока ты здесь молишься, Бог скажет, твоя дочь исцелена, которая жестоко бесновалась. Пока ты здесь молишься, там эти Саул со всеми солдатами, Господь с ними уже разобрался. Я знаю, что если я ценю, уважаю то, что Бог уважает, если я чту присутствие Духа Святого, если я в молитве и Бог видит, ищу Его лица, ищу святилища, ищу Его прикосновения, то Бог идет навстречу ищущим и воздает. Я верю, что в молитве наша защита, в молитве наш успех, в молитве наше исцеление, восстановление разрушенных отношений, восстановление развалин, исцеление нашей земли и в целом вообще пробуждение. Почему Бог этот дом, вот церковь назвал, это дом мой, домом молитвы он наречется. Так давайте превратим этот дом в дом молитвы. Уважаемые братья и святые, когда идет служение, я понимаю, что это не по адресу, но тем, кто, может быть, этого не понимает, нельзя во время служения в кафе сидеть. Ну, нельзя во время служения сидеть в каких-то кулуарах и где-то там кофе пить, это неуважение к Святому Духу. Нельзя во время священодействия, когда звучит помазанное слово, когда здесь Дух Святой работает, и я сознательно игнорирую, и я куда-то ухожу, это грех, это грех неуважения, это грех, когда угошаем Духа Святого. Если кого-то видите, просто скажите, так нельзя делать, есть этикет, уважайте хозяина дома, который находится здесь, потому что когда случится вдруг беда у тебя, и ты будешь говорить, Господь, где же ты? А Господь говорит, я там же, где и ты был, в кафе там, с друзьями общаюсь, понимаете, неуважение отсюда будет рождать неуважение оттуда. Я не знаю, для меня лично это настолько свято, для меня лично это даже не столько там, вот какое откровение, это этикет, это уважение, это порядочность, это просто, как сказать, это воспитанные люди так себя ведут. Ну, нельзя устраивать где-то там какие-то заводи, какие-то встречи, все должно быть закрыто, все должны быть здесь, все поклоняются, два часа, я умоляю, зачем этих два часа, нельзя экономить на фундаменте, нельзя экономить на благословении, уважайте Господа Бога. Почему? Потому что написано, а вот на кого я презрю, на трепещущего перед словом моим и благоговеющего перед лицом моим. Амин. Самое страшное, страх Господень потерять, страх Господень потерять, Бог на этом месте, и я дорожу этим, я чту его, и я знаю, что каждый раз, когда Господь приходит, Он приходит в эксклюзивном формате, Он не повторяется, каждая среда одинаковая, да не одинаковая среда, прошлая среда другая была, и следующая будет тоже другой, независимо от того, что здесь происходит, Бог каждый день творит все новое. Я знаю, что когда Он видит благоговение, когда Он видит жажду, когда Он видит Дух Бога искания, да Он идет навстречу, да Он этого хочет больше, чем ты и я вместе взятые. Только Он удивляется, как, как можно так жить, и болезни, и нищета, и социальная ограниченность, и политическая, говорит, и они еще не чтут меня, я вообще не понимаю. У меня ответы на все их вопросы, и они просто придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, но они сказали, не пойдем. Вот так человек устроен. Поэтому давайте дорожить этой прекрасной возможностью. Давайте дорожить вот этим божественным присутствием. Давайте сейчас еще раз пройдемся по всем стихам, и, пожалуйста, отметьте себе эти принципы, принципы стабильной, глубокой, организованной молитвенной жизни. Итак, тезис первый, всегда радуйтесь. Тезис второй, не пристану молитесь. номер третий, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Четвертый, духа не угощайте. Пятое, пророчества не уничижайте. Шестое, все испытывайте хорошего держитесь. Седьмое, удерживайтесь от всякого рода зла. Семь рецептов нормальной, духовной, христианской жизни. Возьмите, отметьте, семь рецептов стабильной и глубокой молитвенной жизни. Семь рецептов нормальной, здоровой, христианской жизни, которая касается и духа, и души, и тела. Пусть Дух Святой углубит наши представления и об этой истине. И дальше сам Господь Бог, Он хочет создать на основании, если мы этих семь пунктов будем держать перед собою, если мы будем эти семь пунктов взять на вооружение, возьмем на вооружение и каждый раз будем говорить, да, я должен быть позитивным, я должен все испытывать, молитва, я не должен ее угошать, я не должен уничижать пророчество, благодарю за все, любой опыт Господь дает мне для блага. Вы знаете, просто вот по всем семи пунктам вот так вот прошел и ты чувствуешь, что это баланс, стабильность, защищенность, это полноценное евангельское учение и гарантирует Господь, что Он осветит нас и обеспечит гармонию и дух, и душа, и тело, сохраниться без всякого порока в пришествии Господа Иисуса Христа, в заключении, мы говорим не только о мимолетном настроении, в конце концов, Христос скоро придет, и вопрос, в каком состоянии мы его будем встречать, эта тема у нас вообще пока где-то там на дальней полке, но мы должны чаще говорить, скоро Христос придет, и мы должны быть готовыми, когда Он придет, чтобы Он этот день не застал нас спящими или там еще в каком-то состоянии. 24-й, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Давайте поблагодарим Господу, что все, о чем мы просим, все, о чем мы мечтаем, все, о чем мы молимся, верен, призывающий вас, который и сотворит все это. Амин. Давайте сейчас помолимся. субтитры создавал DimaTorzok. 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 Научи преодолевать. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать в我們的 beau Material. И через мои победы. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Халлилуйя. Амин. Давайте возьмем свою жертву. Жертва закрепляет и утверждает откровение. Халлилуйя. Дух Святой, благодарю Тебя. Бог на этом месте И так приятно молиться Ему Так приятно наслаждаться Его присутствием Дышать атмосферой святилищ Миллионы людей мечтают хотя бы долю иметь то, что сейчас ты имеешь Пытаются платить огромные деньги Чтобы получить релакс, покой в душе своей А ты сегодня здесь находишься Бог заплатил эту цену через жертву Иисуса Возьми сейчас свою жертву как благодарность Как семя грядущих успехов, достижений и побед Пусть молитвенная жизнь усилится Пусть молитвенная жизнь распространится Пусть наш калибр станет больше Подними свою жертву Давайте помолимся вместе Скажи, благодарю тебя, Отец За жертву Иисуса Христа И пусть в этот вечер Моя жертва Будет приятна тебе Пусть твое имя возвеличится В моей судьбе И в моей жизни Благодарю тебя За то, что ты предназначил меня Не к проклятию А к благословению Я буду видеть чудеса Я буду ходить во свете Я буду ходить во славе Твоей И этот год Не будет временем потерь Этот год Будет временем Великих приобретений И за годы В которые пожирала саранча Дьявол вернет в семь раз Благодарю тебя, Отец За твои обетования За то, что они остаются в силе Люблю тебя Благословляю тебя И прими эту жертву Да будет она благоугодна тебе Во имя Иисуса Христа Амин 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 Пожалуйста, пустите ведра по залам Хочу напомнить, друзья, что В пятницу у нас будет авторский вечер И мы это используем Для евангелизма Я думаю, у каждого из нас есть Родные и близкие Неспасенные люди Думаю, которым было бы очень полезно Присутствовать на этом вечере Кто хоть раз был на таких вечерах Тот может смело сказать, что Это откровенный разговор О главном и по существу Этот вечер будет называться Вера, движимая любовь Я буду говорить о любви Божьей То, в чем нуждается абсолютно каждый О восстановлении достоинства И личности человека Мужчин и женщин На этом вечере будут звучать Свидетельства Как Бог поднимал Из каких глубин Здесь будет экран И мы покажем несколько Отрывков из программы Смотрите в оба Помните На стыке двух эпох Когда женщину хотели побить камнями И Бог ее помиловал Здесь будут Выступления музыкантов И откровенный разговор О Божьей любви О милости Я думаю, что это будет Прекрасная возможность Познакомиться Неверующим Или не спасенным Родным Друзьям и близким И с церковью И с самим Господом Это вечера уникальные Поэтому, пожалуйста, отреагируйте Если кто-то еще не взял Эти пригласительные Возьмите, пожалуйста И давайте в эту пятницу Приведем сюда своих родных Своих близких Чтобы они пережили то Что мы с вами переживаем во Христе Иисусе Продолжение следует...